Воспитанница Чувашской школы ходьбы, призер Кубка Европы в ходьбе на 20 километров Светлана Васильева и чемпион мира в ходьбе на 50 километров Денис Нижегородов направили в арбитражный спортивный суд ИСК. В нем оспаривается решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций. ИСК будет доставлен в Лозанну утром 21 июня, примерно в то же время, когда Международный олимпийский комитет будет решать вопрос об участии в играх всей сборной России. Мое отношение, как и многомиллионное отношение россиян, оно отрицательное. На самом деле за этим скрывается политический подтекст, политическая подоплека. И считаю, что все эти гонения, санкции, преследования, конечно, несут одну цель и несут одну в себе. Сегодня, конечно, раздражает независимая политика нашей Российской Федерации, политика нашего президента Путина Владимира Владимировича. Но я считаю, что все эти барьеры нами будут преодолены. И я уверен, что все это будет позади, так как мы заслуживаем большего. И то, что сегодня происходит на стадионе нашей столицы, город Чебоксары, Это, я думаю, соответствующий вызов всем тем нападкам и санкциям. Сегодня для нас большая честь, для нашей родной Чувашии. Мы на своей земле принимаем чемпионат России по легкой атлетике. Королева спорта приземлилась на наш стадион. Не должны все легкой атлетики, все страна страдать из-за каких-то единичных случаев, которые у нас произошли. Я сам, как врач, могу сказать, что этот препарат в 90-е годы мы назначали больным после операции, больным в возрасте, и чтобы лучше восстанавливаться в послеоперационном периоде. И я считаю, что не каким-то допингом препарат Мельдронат, Мельдроний, Но действительно выведение из организма, они могли принять его в декабре, ноябре, определенный период, до полугода. И, конечно же, не должна вся сборная из-за этого страдать.